Благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» даже самые отдалённые и малочисленные населённые пункты получают возможность благоустраивать свою территорию, делая её современной и комфортной для проживания. Участником федеральной программы в этом году стало Забойское сельское поселение. Там ведётся строительство красивой парковой зоны. Забойское сельское поселение – одно из самых малочисленных и удалённых от районного центра. Здесь проживает около трёх тысяч человек. Благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» в апреле этого года в посёлке Забойском приступили к строительству современной благоустроенной парковой зоны. К слову, до этого в посёлке не было своего парка. Финансирование ведётся из федерального, краевого и местного бюджетов. Общая стоимость работ – более 11 миллионов рублей. Площадь парка у нас составляет пять тысяч квадратных метров. На сегодняшний день уже процент готовности выполнения работ, как видите, у нас составляет 49%. Общестроительных работ мы выполнили уже где-то процентов на 70. Это выполнены такие элементы, как топинговая дорожка, часть уложена плитки, выполнены бетонные работы. На сегодняшний день высажены зелёные насаждения частично, без высева газона. Парк находится рядом с детским садиком номер 40. Дорогу к дошкольному учреждению в рамках проекта также сделают в плиточном исполнении, что, конечно же, порадует родителей и воспитанников, поскольку раньше дороги здесь практически не было. Самое главное, что важно для нас, то, что будет дорожка построена к нашему детскому саду. Вы видите, раньше здесь была такая земляная дорога, это было достаточно неудобно, тротуара не было. То есть, когда дождь, приходилось нам непросто. Вот теперь у нас будет такая благоустроенная территория у детского сада. В новом парке будет сделано хорошее освещение, установлены малые архитектурные формы и красивые лавочки, а также детская и спортивная площадки. Небольшая сцена для артистов. Здесь будут проводиться культурно-массовые мероприятия и праздники поселения. Жители с нетерпением ждут окончания работ. Дети здесь идеально, им на роликах. Я думаю, что будет площадка, дали что-то кататься. Я очень рада, так как у меня три ребенка, три мальчика. Поэтому мы просто счастливы и рады. Мы ждем, с нетерпением ждем, когда уже закончится работа. Хотелось бы какое-то, может быть, открытие, праздник такой, праздник в поселку. Поэтому да, спасибо большое, мы рады. Очень ждем, потому что ко мне приезжают внуки, вывезти погулять. Удобное, красивое место, я вообще очень довольна. Строительство парка идет по графику и даже с опережением. Завершить работы планируется к июлю. Также поселение стало участником краевой программы «Инициативное бюджетирование» и получит более 1 миллиона рублей на благоустройство улицы Победы, где расширят пешеходную зону, установят лавочки, сделают клумбы. Кроме этого, в поселке ведутся работы по косметическому ремонту мемориала воинам Великой Отечественной войны. Поселение стало участником краевой программы, получило финансирование в размере более 1 миллиона рублей на ремонт памятника. Уже заменена Плицка, установлено новое освещение. Сейчас ведутся работы по ремонту самого монумента. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».